Так получается. Теперь я вам почитаю стихи из книжки Невские стихи. Ну, мало того, что они дороги могут быть людям, которые родились в Ленинграде. Эти стихи у них есть своя история. Дело было в середине отказа, примерно в 1984 году. Я был совершенно литературно одинок. То есть из Союза меня писатели выгнали, из Советского Союза не выпускали. И я должен был придумать какую-то совершенно новую систему стихосложения, в которой сочетались бы слова так, что можно было бы их читать в разном смысле, если ты ставишь их в разное расположение во время чтения. Это позволяло тотчас апеллировать к людям, которые для меня были и остаются образцами русских литературных достижений высшего порядка. Это Анна Ахматова мне приходилось, я имел счастье видеть ее, Шостакович, Марин Го, ближайший друг Есенина. И вот когда имя-символ сочетается с интимнейшими наблюдениями, интимнейшими метафорами, которые возникают в душе поэта, это рождает совершенно новую систему. Я вам почитаю, вы поймете. Когда вы будете читать эти стихи сами, для себя, вы можете ставить эмоциональные ударения на разные слова, на разные строчки. И каждый раз вы увидите в этом появление нового смысла. Анна Ахматова-Комарова Анна Ахматова-Комарова Волун с замшелым лбом касался сосен. Приникали к ногам танцовщиц на тропе, ведущей к морю. Стучали, сердце перестук, страницы перебросил. Анна плыла над Комаровым, рад дуга тропы соединяла. Око, распахнутое радужным шагом. От Комарова до самих пенатов и от пернатых валунов. И мелей, дуэт шагов танцовщицы и дряхлой. Поэт не знает памяти людской. Волун на крышке гроба. В Ленинграде после блокады Копоть на камнях, зияют глазницы. Где дом? Куда игрушки? Как жить дальше? Трассирующих пуль салют в ночи. Кухонная коммуна, стирание граней. Копоть улетает, туманы слизывают. След шагов солдатских. Коптит костер, смола пузырит губы. Немецкая запроволочная речь. Железный мотоциклик, гонщик игрушечный. Заплавлен рот и закопчен вагон. Последний пульман, рельсы, как штыки, Нацелены на мессера. О, Господи, спаси и возврати. Зачем немецкой речи каркающий звук? Лиха победа. Последние годы Анатолия Мариенгофа. Я уже упоминал его. Это был самый близкий друг Есенина. Судьба его сложилась крайне неудачно. Каждый раз, когда он писал новую вещь, Ее запрещали к публикации. Но самый его знаменитый роман был Роман без вранья, написанный вскоре После кончины Есенина. После этого его практически зачеркнули. Он писал несколько пьес. Их покупали в театр и хоронили. Никогда не ставили. Я познакомился с ним в Комарова. А познакомился я потому, что Мечтал увидеть человека, который дружил с Есениным. Просто мечтал. Я очень любил стихи Есенина. И вдруг оказалось, что Анатолий Борисович Увидел какую-то лирическую связь Между стихами молодого поэта И стихами его близкого друга. И это привело к нашей с ним Короткой, но очень Для меня лестной дружбе. Он уже болен был тогда. Это было в Комарова, в Доме творчества. Последние годы Анатолия Маренкова. Кот, погрузивший ноги поэта старого в шестинки. Стимулятор воспоминаний. Молодой поэт Подкашиваются. Скажи на милость, Как разъелся. А на колбаску. Уходи, мурлыка. Занавес почти опущен. Опушился кот. Плевать. Кровать примята для отогревания. Когда-то дивных тел. Струилась теплота. Кот холощеный. Стих после цензуры. Способен согреть желудок. А душа. Счастье вам соткать. Как я не могу солгать. Маленький натурфилософ. Спиноза маленький, Бочонками очки. Читает клинопись. Дубовая кора Располагает В твердости ума. Прибойный кутерьмы Единоверие. Доска, стаканчик, Палочка, Презерватив, Подохший чайки. Зашифровал мелодию. Единый шифровальщик. Морщины лба, Коры и облаков. Излом крыла. Тоска его не гложет. В бочонке набивает Ворвань знаний. И помышляет Щепку погрузить. Письмо. Плыви. Минуй дозорный котлин. И возвращайся. Диски окуляров. Любовь полярного капитана и балерина. Кровать танцует по-дэ-дэ, По-дун, по-донок, Палубный шаркун, Китайские вазы, Крашеный бочонок, Батистовая лента, Балерина и башмачок, Торчащие в так кровати, На вытянутых плоской груди, Жар и холод, Жеманных губ, Шаркун, паяц, Воркуют воровским жаргоном, Колесики кровати Катят, катят, катят В китайскую фарфоровую степь. Измена женщины Лицо сияющее, Аметистый глаз, Губами груди тянутся, Не надо показывать театр марионеток, В экране будки телефонной, Озарение, Комната полна кошмаров, Не надо, Пляшут платья, И халатик расстегнут, Животом над глази прижалось, Клону подбородку, О, Сатурн, Ты окольцован и разбит На кольца, Диск телефонный, Модельер любви, Алло, 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 Устали плечи миндальных бедер, Бодрая пока Рука негроидной телефонной трубки, Оглохший, оглохший рапчонок, Отлюбила на прогулку, И, слава Богу, Озарение тает Под выпившим снежком Апрель пасхальный. Катание на коньках Захлопни, мама, Форточку, Заколоти окно, Катка, Фанеры, Школа, Тяжкое торчание Среди Болот, Граматика сражений, Разлучавших навсегда С озерами, Чудесных девочек, Каток, Ты озеро любви, Орет динамик Похлещий трубодуров, Все в поход, И каждому дана Прекрасной дамы Мелькает силуэт И стопи блат, Вытаскиваю латы Поскорей Мелькают города И деревушки Шарахаются Мама, не грусти, Тебя не позабуду, Незнакомка Мелькает силуэт Застывших парус Пламенный скользит, Хрипит динамик Ностальгии блата Высоцким голосом Зовет он К незнакомку. Незнакомка. Пробуждение В чужом доме Близ храма на крови. Холодных стен Осенние стволы, Столы блуждают В анфиладах комнат. Глоток воды Дай смыть с души Тревогу и тяжесть. Грязная посуда Сдернут на пол Ковер для развлечений, Церковая арена, Скачут лошади В поисках воды Заплыли веки, Войди В последний раз, Прощай, Ты в первый класс, Учительница ждет У дверей ванной, Жрет Хозяин, Огурец его обкусан, Прощай, встречай, Холодные рассветы, Твой храм разрушен, Тоненько пищит Кровинка предрассветных Сновидений. Нагерд Укеа busцового 5-2. В Канепogen Учительница Учительница К Webinar Учительница Продолжение следует...